Всем здарова! Лёха на связи и долгожданный ролик о NFT-картинках. Сегодня мы поговорим о моём опыте, вообще о том, что я делаю, как я начал этим заниматься и прочих приколов. Здесь не будет обучалки о том, как выложить картинку туда, как выложить картинку сюда. Нет, этой информации куча в интернете и я не хочу снимать подобный видос. Я хочу лишь поделиться своим опытом и вообще, ну, своими приколами со своей аудиторией. Поэтому вот, погнали! Ну что ж, начнём с того, где я вообще пробовал эти все штуки и как я об этом узнал. Узнал я более подробно об NFT-штуках в ВК. Как бы это ни было странно, но чуваки из ВК и NFT, мне очень сильно много приколов на рассказывали, как это всё работает. И меня это, в принципе, заинтересовало, потому что, я думаю, давние зрители этого канала помнят видос, который был тут очень много месяцев назад, о том, что NFT это скам. Ну да, я так и думал. Но потом я, в принципе, углубился в, типа, теорию этого прочего. Да и ролик вообще был, в принципе, о людях, которые у меня пытались что-то заказать для того, чтобы сделать из этого NFT. И уже в дальнейшем меня как раз скидывают на бабки. Здесь же я как бы сам делаю, и, ну, здесь не будет того, той проблемы тиктоковой аудитории, которая писала мне всякий бред, блядь, просила, скидки и прочее. У меня есть фиксированная цена, и всё, типа, она не двигается. Она вот просто стоит на месте, и всё, она фиксированная. И мне без разницы, что ты там, кто ты там и как ты там. Для меня это отдельный кайф, и мне это очень прикольно. Так, начинал я, как и многие вообще начинающие NFT-чуваки, с такого плакчейна, как Polygon. Он, конечно, прикольный, клёвый, но комьюнити Polygon очень сильно не любит тратить бабки. Это во-первых. Во-вторых, куча ширпотребок. Просто куча ширпотребных коллекций, миллион раз уже друг на друга перезалитых. Там куча нейронок и прочего, прочего, прочего. Хотя нейронки — это вообще отдельный, как бы, такой вот, ну, моментик, о котором мы тоже поговорим в этом ролике. Поэтому, чуваки с нейросетями, не обижайтесь на меня, но это моё мнение. И на своём канале я могу его высказывать. Для этого, в принципе, и создан мой канал. Поэтому вот. Почему я оттуда ушёл? Да, потому что мне надоели прям конкретно маркетплейсы, которые, ну, как бы, работают через жопу. Всем известный OpenSea, работает только с VPN, но, в принципе, хотя бы работает. Второй, тоже достаточно известный маркетплейс — это Rarible. И вот он просто для меня ужас. Я не могу им пользоваться. Вечно висящие транзакции, вечно всё лагает, вечно ошибки. Включай ты, не выключай VPN, и всё время у тебя будут какие-то с ним проблемы. Меня это уже просто выбесило. И я открыл для себя место, где я вообще базируюсь сейчас и делаю приколы сейчас, а именно тон. Телеграм, вот эти все приколы. Но, боже, какой же кайфовый блокчейн. Ничего не лагает, всё быстро работает, всё кайфово. Аудитория в Телеграме, блин, моё почтение. Реально, чуваки, вот из NFT-движухи в телеге — это просто шикардосный вообще чел. Маркетплейс, на котором я базируюсь сейчас, именно на Тоне, — это GitGames. Пашок, если ты это смотришь, привет, обожаю вас. Это просто, не знаю. На данный момент для меня это место, куда выходцы из граффити типа меня могут постить свои картинки. И эти картинки будут нравиться людям, потому что люди открывают для себя что-то новое. На данный момент у меня две ведущих коллекции, которые я прям, ну, сейчас, конечно, поменьше, потому что у меня работы много, но я всё-таки пытаюсь типа их прям нормально, стабильно вести. Это граффити-буквы и это Тон Дудисы. Это вот две моих просто на данный момент коллекции, которыми я горжусь. Они просто шикарные, я их обожаю. Ну, для меня это просто кайфово. Первая — это коллекция с моими персонажиками, которых вы, я думаю, уже давно, миллион, миллиардов раз видели на этом канале. И вторая — это чисто граффити-буквы. Ну, потому что я рисую граффити-буквы уже больше десяти лет, и как бы я первый, кто это начал, типа, делать именно в виде граффити. Я не покрас лампас, который делает коллегу, но именно в граффити, как я вижу на данный момент, по крайней мере, по гидгеймсу, я начал это делать первый. И это кайф. Это круто, это кайфово, это классно. Я с собой, ну, немножечко, даже чуть-чуть, но горжусь. Как-то так. Теперь поговорим немного подробнее о моих двух ведущих коллекциях, которых вот я в прошлом блоге рассказал. Первая — это Тон Дудеса. Всеми известные на этом канале мои персонажики, которых я обожаю, которых я рисую везде, в любых их проявлениях. Эта коллекция будет состоять по итогу из 333 уникальных картинок. Здесь представлены как анимированные, так и простые рисованные чуваки по всяким разным вселенным мультам, фильмам и просто каким-то жизненным моментикам, которые мне нравятся и которых я решил просто запечатлеть в виде своих персонажей, потому что это прикольно, клево, круто. И, в принципе, людям нравится видеть своих любимых персонажей в стиле моих чуваков. Мне нравится видеть моих любимых персонажей в стиле моих чуваков. Ну, это сплошной кайф. Ну, и вторая основная коллекция на данный момент — это граффити-буквы. Да, эта коллекция стоит полностью из абсолютно разных букв, которые я рисую. Чисто шрифты, чисто все цветное, все яркое, все сочное. Ну, короче, как я обожаю делать. Все время какие-то пытаюсь на новые фишечки, новые заливочки и прочее, прочее, прочее. Ну, и узнаваемые по вообще моим работам формы. Также в эту коллекцию я не так давно начал добавлять заборы. Я думаю, чуваки, которые давно смотрят меня, знают, что я делаю заборы из бетона и гипса. Ну, и как бы, ребят, это реально самый лучший вообще вариант представления ИРЛ в какой-либо картинке. Ну, типа, это буква. Граффити ассоциируется у людей с улицы. Забор стоит на улице. Эти заборы видели многие. Я начинал свой граффити-путь, рисуя на подобном заборе. А здесь — пац! И как бы вот я такой, а мне нравится, а мне все прикольно. Поэтому я сейчас рисую еще и буквы на заборах и добавляю их также в коллекцию под видом ИРЛ-токена. Кто не понял, что такое ИРЛ-токен, объясню. Это когда человек покупает у тебя картинку в интернете, а ты ему за это высылаешь как бы вот штучку, которая у тебя есть в ИРЛ-Лайфе. То есть он получает не только картинку в интернете, он получает еще и физическое наполнение данной картинки, что для меня является, наверное, самым кайфом, потому что у человека остается как будто бы, можно сказать, сертификат оригинальности моей работы, потому что, ну как бы вот картинка, записанная в блокчейн, ее поменять никуда нельзя, с ней ничего нельзя сделать. Она у тебя есть, и она просто подтверждает, что владелец оригинальной работы от меня. Я считаю, это очень крутой мув, это прикольно, это клево. Как-то так. Этот блок, я думаю, будет интересен всем по причине того, что сейчас мы поговорим о заработке и о денежках, которые я с этого всего получаю. Удивлений каких-то, ну, чего-то удивительной, какой-то информации здесь не будет, ребят. За этот год я заработал, в общем, наверное, 1120, в общем. Что я считаю хорошим дополнительным заработком на хобби, и мне прикольно. Да, сейчас начнут 120 кусков за год, это же вообще копейки. Ну, для кого-то копейки, для меня нормально. Как раз-таки благодаря тому, что я начал заниматься NFT-картинками, я купил себе компьютер, благодаря которому сейчас ролики вроде, ну, не знаю как, но мне нравятся. Что по качеству картинки, что по качеству звука, плюс я монтирую все это на компе, у меня появился вообще сам по себе комп, и я могу делать какие-то приколы на нем. Поэтому вот. Ну, и в принципе, большинство денег с NFT уходит либо в жизнь, либо вот как раз-таки сейчас в компьютер. Я вот тут купил себе монитор второй, видите, вот микрофончик я себе с этого обновил. Там, не знаю, просто периферийку, света немного тут докупил, чтобы картинка была клевая. Вот эта камера, на которой я снимаю, это, кстати, вебка, но для вебки качество хорошее. Мне нравится, Logitech Streamcam хорошая камера, всем советую. Как бы, вот. Да, деньги небольшие, но я и не лез сюда с целью того, что, блядь, сейчас я выложу картинку, и ее купят за 3 триллиона долларов, вот просто сразу. Нет, я, типа, ставлю абсолютно адекватные ценники за, ну, типа, небольшую по моим меркам работку, и все. Для меня это просто как дополнительное хобби и вообще прикольное занятие, которое реально меня вернуло, по сути, в рисование и дало мне этот новый толчок, который мне нужен был, чтобы заняться чем-то, кроме самокопания. Поэтому как-то так. Да, деньги небольшие, да, заработать можно, но самая-самая важная проблема. Маленькие мои вы зрители, если вы рисуете пару лет, вы еще, ну, вам еще рано монетизировать ваше творчество. Ребят, давайте будем говорить честно. Вам еще рано монетизировать свое творчество. Да, я понимаю, что творчество может быть разным и прочее, но когда это целенаправленно, выложено, просто чтобы выложить и заработать бабок, это всегда видно. Качество, вот, у большинства людей, которые еще, в принципе, имеют небольшой срок вообще рисования, они не запариваются над качеством. Они могут запариться над количеством, но они не будут париться над качеством. Типа, вот в этом прикол, ребят. Если хотите тоже монетизировать свое творчество, вы для начала научитесь свое творчество создавать, чтобы из этого творчества выходил прям финальный хороший продукт. Потому что люди смотрят в первую очередь не на просто, что такое картинка. Люди смотрят на качество и вообще интересное исполнение или прочее, прочее, прочее. Смотрят на фишки художника в первую очередь. Если ты очередной чел, который увидел граффити два года назад в ТикТоке, такой, я буду рисовать граффити, я буду крутой. Сразу говорю, нет, в очень малых случаях. Вот года два-три назад, когда ТикТок появилась, и все это начало хайпить жестко по интернету, вот тогда можно было продать вообще что угодно. Можно было вообще не думать. Сейчас люди покупают, ну, типа, сратые нейронки. Вы представьте, что было бы тогда, если бы были такие же, типа, миджорники и прочие штуки, как сейчас. И что бы вообще происходило? Как бы вот. Предпоследним блоком этого видоса будет мое отношение к нейросетям, которые рисуют картинки. Мне писало много чуваков по поводу коллабов. Мол, йоу, чувак, у тебя прикольные чуваки, давай сделаем коллаборацию. Я такой, да, скинь работы, посмотрите, он мне скидывает нейронку, и я пишу сразу, браток, извини. Я не против технологий. Я против того, как эти самые нейронщики себя преподносят. Я думаю, люди, которые вообще находятся в каких-то комьюнити около NFT, около криптовой тематики, часто видят чуваков, которые просто приходят такие, «Я только вчера узнал о NFT, сейчас я себе вот нагенерировал кучу картинок, я эти картинки хочу продавать по одному эфиру». И вот я не понимаю, откуда берется столь высокий уровень, не знаю, самолюбия к себе, когда ты не создаешь что-то сам, ты просто написал трейд и такой типа «Так сойдет, я стану крутым». Нет. В данный момент, если и делаешь что-то нейронками, то нейронками с качественной постобработкой, потому что иначе, ну, чувак, таких, как ты, миллионы. Типа миллионы и миллиарды. Вас много. Чуваков, которые делают бездумную нейронку. А вот чуваков, которые делают нейронкой, но они хотят этим заниматься, они понимают, что они не умеют рисовать, и у них нет какого-то там типа лишнего времени, типа 5-6 лет, но у них в башке есть крутая идея проекта, у них есть там вообще куча всего в голове, и они хотят попробовать сделать типа через нейронку, но в дальнейшем уже доработать. Вот это, вот к этим чувакам вообще вопросов не имею. Это, ну, типа, это я считаю творчеством, потому что ты сгенерировал картинку, и после этого ты вложил еще в нее свое время, чтобы из нее получился финальный, кайфовый, красивый продукт. Но чуваки, которые делают бездумную нейронку, просто там, ой, у меня все кривое, ура, да похуй, нормально, лью. Вот к таким чувакам я отношусь максимально негативно. Коллабов с такими чуваками у меня никогда не будет. По крайней мере, ну, я точно знаю, что их не будет, потому что я не переступлю свой принцип. Если этот чувак, который реально там круто шарит за фотошоп, но при этом делает какие-то штуки в нейронке, и в дальнейшем постобработку мутит там, ну, типа, тут респект, я бы, может, даже что-то придумывал, поделал, подрисовался бы в такую штуку. Но вот чуваки, которые не занимаются постобработкой своих, так называемых, артов, ну, с ними бы точно вообще никак. Поэтому вот, нейронки я не люблю, но у меня есть крутые, типа, друзья, которые занимаются там нейронками, у них свои коллекции с нейронками. Я к ним максимально нейтрален, они знают мое отношение к нейронкам и прочее, прочее, прочее. Но все окей, все хорошо, все нормально. Вот. Я, наконец-то, высказался об этом в видосе, а не просто срусь с кем-то в комментах по поводу нейросетей. Я очень доволен. Погнали завершать ролик. Ну что, подведем итоги этого ролика. На данный момент я беру полностью свои слова обратно о том, что NFT это скам. Да, скам-проектов там много, но для меня это все-таки уже что-то большее. Для меня это все-таки комьюнити, это новый круг общения, абсолютно новая аудитория, потому что, по сути, я стартанул все свои NFT-движухи, полностью отбросив аудиторию своих основных соцсетей. Я изначально начал продвигать своих чуваков, не говоря о том, что я, типа, я когда-то был там популярный блогер, еще что-то. Я просто говорю, типа, я вот, я рисую картинки, йоу, прикольно. Мне тут клево, мне тут классно, ну и вам вроде нравится. Вот как так, да, у меня, типа, нет там миллиона чуваков, которые готовы покупать у меня вообще абсолютно все, но они не обязаны быть, не знаю. Для меня сейчас просто сам кайф, это вот именно процесс, это пополнение. Ну и плюс, я считаю, что мои коллекции, это, по сути, альбомы, которые навсегда будут зарегистрированы, типа, в блокчейне. Ты их можешь, как бы, ну, картинку из паблика ты можешь удалить всегда, видос с канала тоже. А вот из блокчейна удалить что-то ты уже не можешь. И они там останутся навсегда, это круто, это клево. Будет что повспоминать через несколько лет, когда я на них посмотрю и скажу, бля, мужик, ну ты вообще, ну, типа, вот. Ну, для меня это, в первую очередь, эмоции, хобби, то самое чувство, которое меня вернуло вообще, в то, чем я занимался раньше. Ну и как бы вот, новая комьюнити. Для меня NFT прикольная. Я думаю, в этом году будет много клевых проектов. Также ждите, скоро будет моя первая коллекция для ВК и NFT маркета. Да, такой тоже скоро будет. И я думаю, это начало какой-то новой крутой истории, про которую я еще сам пока ничего не знаю, но мне кажется, будет круто и клево. Всем спасибо, что смотрели этот ролик. В описании есть ссылочки на мои коллекции, на мой Телеграм. Там можете почитать информацию, посмотреть. Вдруг, если вы, типа, там, что-то шарите за Тончик и прочее, можете прикупить себе что-то в коллекцию. Мне будет приятно. С вами был Леха. До связи. Так, 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 стоп. Следующий ролик я анонсирую здесь. Это будет самый крутой обзор на моем канале. Я не буду вам сейчас показывать и кидать какие-то спойлеры, но... Если что, это намек. С вами был Леха. Теперь точно. До следующего ролика. Пока.